Я приветствую всех любителей спорта, особенно поклонников единоборств. С вами вновь проект Явара Дзюдо Ти Ви. Не успели начаться новый учебный год и спортивный сезон, как Варвара Таргонская громко заявила о себе, в очередной раз победив на первенстве Сибири. Отличный пример для юных одноклубников. Стоит напомнить, что закрывала минувший спортивный сезон в конце лета лидер школы Дзюдо Явара Томск также победой в Красноярске. Варвара Таргонская выиграла всероссийские соревнования в памяти Геннадия Михеева и выполнила норматив кандидату в мастера спорта. И вот в самом начале нового спортивного сезона воспитанница тренера Олега Лопарева одержала победу на первенстве Сибирского федерального округа среди спортсменов до 18 лет в Новосибирске. Сезон начался хорошо. Самое главное у нас в начале сезона не расслабляться. У нас впереди первенство России, впереди еще много стартов, поэтому график стартов напряженный, плотный. Самое главное нам его выдержать, всем, потому что тут эта команда работает. Даже если один у нас становится чемпионом, это работа всей команды, поэтому не расслабляться. На своем первом старте нового сезона Варвара Таргонская провела три победных поединка и уже во второй раз стала победительницей первенства Сибирского федерального округа. Конечно же, за Варвару болели все юные учащиеся школы дзюдо Явара Томск. Для них спортсменка является настоящим лидером и примером для подражания. Мы очень верили в нее, знали, что она выиграет, и мы вот прям радуемся, что она выиграла. Надеюсь, что мы тоже так же будем выигрывать. А для этого что необходимо? Для этого нужно хорошо тренироваться и быть смелыми, сильными и послушными детьми. А Варя хорошо тренируется? Да, она очень хорошо тренируется. Поддержка тренеров и одноклубников, конечно же, помогает, говорит двукратная победительница первенства Сибирского федерального округа Варвара Таргонская. Чемпионка знает, что за ее выступлениями пристально следят ребятишки и просто не может бороться спустя рукава. Мне очень нравится, что сейчас достаточно большое количество ребят подтягиваются в спорт. И я считаю важным подавать им хороший пример, так как это подрастающее поколение, которое в конце концов придет к нам на замену. Время не вечно, но идет своим чередом, и мы с этим ничего не поделаем. Ты не только пример подаешь, ты еще, я замечал, тренеру помогаешь, ребятам какие-то советы даешь, это так? Да, конечно. Как-никак. Мы все одна большая команда. Как тренер когда-то научил меня делать тот или иной прием, наставлял, как сделать его лучше и лучше, и до сих пор наставляет, так было бы неправильно не передавать это остальным. Спортивный сезон только-только начался, он у яваровцев обещает быть насыщенным. В ноябре Варваре Таргонской предстоит выступить на первенстве России, которая соберет в Барнауле сильнейших дзюдоистов со всей страны. В течение сезона будет много и других стартов. Как всегда приобщиться к многогранному миру единоборств школа дзюдо Явара Томск, которая располагается на Алтайской 132, приглашает новичков. Для них двери школы открыты всегда.